Куда направить ремонтную технику? В Березняках прошел рейд по дорогам. Электронное правительство, березняковские власти надеются стать ближе к народу с помощью информационных технологий. Ценный трофей в Губаху привезли Кубок Чемпионата Мира по хоккею. Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматуллин. Здравствуйте. Березняковские дороги в центре внимания. Сегодня в городе прошел рейд по изучению состояния проезжей части. Как это происходит из года в год, весной в некоторых местах вместе со снегом сошел и асфальт. И вот теперь чиновники и представители дорожного надзора решили сами увидеть, во что превратились наши дороги. Репортаж Любови Бухариновой. Нет знаков, запрещающих движение машин. Дорога в Рытвинах и Колдобинах. Автобусная остановка, которую несколько лет назад хотели убрать, все еще цела. Таковы впечатления от микрорайона Усольский. Именно сюда первым делом отправились сотрудники администрации и дорожного надзора. Сфотографировав внешний вид остановки и трещины в асфальте, комиссия отправляется на другой объект. Сегодня они только составляют план со всеми данными о том, какие места в городе требуют ремонта. Чиновникам предстоит объехать улицы города и отправиться в близлежащие поселки. У нас освещение есть, видно сразу, да? А это уже поселок Легино. При первом взгляде на дорогу вообще непонятно, ездят тут или ходят пешком. Инспектор дорожного надзора подмечает, есть освещение, однако нет ни знаков, ни разметки. И уж тем более о качественном асфальте остается только мечтать. В пределах населенного пункта должно быть организовано наружное освещение и организовано движение пешеходов, то есть оборудованных тротуарами. Много всего нет на многих дорогах. У нас еще этого нет. Состояние дорожного полотна, которое тоже влияет на безопасность дорожного движения. Это обследование проводится дважды в год, то есть после зимнего периода, так называемое весеннее обследование, после весенней распутицы. И проводится осенью для определения того, как дороги подготовлены к зимнему периоду. Сотрудники дорожного надзора и чиновники объехали более 20 объектов. Какие-то были рассмотрены детально. Около некоторых автобус с участниками рейда даже не притормаживал. Однако все проблемные участки были зарегистрированы. Вскоре на них начнется ремонт. Любовь Бухаринова, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. В Березняках появится электронное правительство. Сегодня это было озвучено на заседании правления Совета муниципальных образований Пермского края. На нем собрались более 20 участников со всего региона. О том, как чиновники планируют использовать информационные технологии, в репортаже Елены Вавиловой. Совсем недавно ему исполнилось 50 лет. Он у нас такой симпатичный, молодой представитель. Такие совещания проводятся нечасто. И их приятно начинать с подарков. Поздравили одного из коллег с днем рождения и приступили к работе. Первый докладчик Сергей Дьяков. Тема – внедрение информационных технологий в целях повышения эффективности управления муниципальным образованием. В нашем городе в этом направлении только еще делаются первые шаги. В частности, принято решение создать электронный городской архив. Для этого уже купили специальный сканер, который позволит, не расшивая страницы, копировать документы. Надо иметь архив в электронном виде, который придет в две порции. Первое – то, что мы можем быстро выводить документы. И второе – то, что мы их сохраним, потому что часто, как мы их перебирали, не приводило к хорошим результатам. Для создания электронного архива потребуется скопировать более 300 тысяч листов. Пока выполнено только 10% этой работы. К концу следующего года любой желающий сможет обратиться к электронному архиву и найти нужный документ, не выходя из дома. Также в Березняках активно устанавливают камеры видеонаблюдения на территории детских садов. 27 учреждений уже под зорким оком. По каждому детскому саду свой проект и количество они принимают. Мониторы выведены, как в детском саду заведующая. Она должна посмотреть, как у них пионеры гуляют по площадке, какая группа в детстве занимается. И в охранное детство. И затем уже группы, которые реагировали, прибывают в другую точку детского сада. Письма на территории, с территории всех тех, кто там и должен быть. Электронные планируют сделать и библиотечную сеть в Березняках. Можно будет получать книги по электронному читательскому билету. Стоит отметить, что если Березняки еще стараются идти в ногу со временем, у других дела похуже. Возможности сети интернет многим пока только снятся. Но в первую очередь информационные технологии должны приблизить власть к народу. А еще в Березняковской администрации буквально на днях ведут электронные пропуска. Учет времени работы сотрудников будет вестись поминутно. Повысит ли эта информационная технология качество работы чиновников? Увидим. Елена Вавилова, Антон Подогазин. Новости на ТНТ. Сегодня же высокопоставленные гости из других территорий края изучили опыт Березняков в сфере безопасности. Они познакомились с работой единой дежурно-диспетчерской службы. Репортаж Михаила Якунина. Первым делом делегация решила осмотреть автомобиль, на котором спасатели выезжают на вызовы и патрулирование города. Машина оборудована по последнему слову техники. В ближайшее время оснастка этой газельки пополнится. Мы сейчас купили все спасательные посты полностью упакованы, чтобы на воде можно было. Далее гости прошли в сердце единой дежурно-диспетчерской службы. Здесь главный пожарный Березняков Владимир Треногин рассказал о том, как трудятся спасатели в нашем городе. Показал, как работают камеры видеонаблюдения на провалах и четыре камеры, установленные на телевизионной вышке. Оказывается, что с этих камер можно рассмотреть даже номер автомобиля, который припаркован в Уссолье около знаменитых палат Строгановых. Это очень впечатлило присутствующих. Также Владимир Иванович рассказал о полезности такого наблюдения. Сейчас период наступления пожароопасного периода позволяет хорошо контролировать пригородные леса. То есть наличие любого кастрана будет визуально сразу видно и можно сразу брать оперативную группу. Высокопоставленные гости остались довольны экскурсией. Ведь они не на словах, а на деле убедились, что Березняки находятся под неусыпным контролем со стороны оперативных служб. Михаил Якунин, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Провести часть лета с выгодой для себя и с пользой для города. Сегодня открылась первая смена трудовых отрядов мэра. Они действуют уже восьмой год подряд. Почему березняковские подростки так любят трудиться в летние каникулы, узнала Евгения Кокшарова. Даже в свои законные каникулы эти ребята привыкли рано вставать. Уже завтра в 9 утра они примутся за работу, займутся уборкой мусора на первом пруду. План на смену, облагораживание социально значимых объектов, школ, детских садов, улиц, стадионов, парков и дворов. А сегодня торжественная линейка. В отряда мэра на самом деле ребята начинают записываться уже буквально с начала мая, как только объявляется набор. И в течение первой же недели набора практически все места бывают уже заняты. Потому что те ребята, которые отработали хотя бы раз в отрядах, как правило все возвращаются из этих ребят обратно на следующий год. Этим летом в трудовых отрядах мэра смогут поработать 450 юных березняковцев в возрасте от 14 до 18 лет. Сейчас свободных мест уже почти не осталось. Возможно, эта форма досуга так популярна, потому что за свой двухнедельный труд именно столько длится смена. Ребята получают заслуженный гонорар – 1200 рублей. А может быть, потому что после двух с половиной часового рабочего дня ребята не расходятся по домам. Каждый день их ожидает культурная программа. Походы в кино, музей и другие развлекательные мероприятия. Сами ребята признаются, что помимо денег их привлекают и другие ценности. Зарабатывание денег, много новых друзей можно найти на благо города. Мне очень нравится, потому что я могу не зависеть от родителей, по крайней мере, на свои какие-то карманные расходы я могу сама себе заработать. Вообще, это престижно очень. Родители меня хвалят за это. Вообще, дома трудно сидеть, лучше работать. Я хочу помогать своему городу. Я люблю свой город. Я даже в будущем не собираюсь отсюда переезжать, буду здесь работать. Вот почему. Хочу работать в второй отряде, чтобы город был лучше. Евгения Кокширова, Антон Бадагазин. Новости на ТНТ. А березняковских студентов приглашают на семинар по развитию студотрядов. Он пройдет 8 июня во Дворце молодежи. На семинаре можно будет ознакомиться с распределением мест в студенческих отрядах и с порядком прохождения медицинской комиссии. А также ребята примут участие в коммуникативных играх. Начало семинара в 17 часов. И еще одно объявление. Молодых березняковцев приглашают принять участие в бизнес-лагере. В этом году он пройдет на базе филиала Пермского института муниципального управления. Бизнес-лагерь будет действовать с 21 по 27 июня. Его участниками могут 110 и 11-классники, а также те, кто получает начальное и среднее профессиональное образование. Программа лагеря включает деловые игры, мастер-классы, семинары. Ребята попробуют свои силы в написании бизнес-проектов. Заявки для участия в лагере принимаются до 18 июня по телефону 22-2205. Обучение бесплатное. Они поют о любви и романтике. В Березняковском музыкальном училище закончился учебный год. Выпускным экзаменом для студентов стал концерт «Молодые голоса». На будущих звезд эстрады можно посмотреть уже прямо сейчас. В нашем следующем материале без комментариев. Послушайте, как звуки Руссмана чистые в круге новостей Увел он в дружке в слезу и девичьей. Субтитры создавал DimaTorzok Березняковский драмтеатр вернулся из Лысвы, где проходил Всероссийский фестиваль театров малых городов. В этом году жюри возглавляла известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. А художественным руководителем был народный артист России Евгений Миронов. Подробности в следующем материале. На фестиваль театров малых городов в Лысву приехали лучшие коллективы со всей страны. Березняковцы представили спектакль «Леди Макбит» Нценского уезда под наименной пьесой Николая Лескова. По словам самих актеров, о нашем театре на фестивале говорили много. Выступление земляков вызвало большой интерес у членов жюри. Коллектив Березняковского драмтеатра признали самой молодой труппой. Искренне удивило авторитетных критиков то, что главную роль блестяще исполнила студентка третьего курса. Мне кажется, очень хорошо отстояли свой театр. Мы уже показали лицо театра, потому что после нашего спектакля на следующий же день, даже в этот же день уже говорили о нас, уже хорошие отзывы были. От самих даже педагогов, которые преподавали нам мастер-классы. Березняковские артисты признали, что помимо мастер-классов вдохновило на новое свершение их творчество из других городов. Пусть награды на фестивале не получили, но и с пустыми руками, как говорится, не приехали. В очень скором времени березняки просто, так сказать, ожидают культурные потрясения. Он привез два очень серьезных проекта, договоренности с всевозможными театральными деятелями и на проведение фестиваля в Березняках, довольно серьезного, и на создание еще одного исторического проекта. Для поклонников Мельпомены заявление заманчивое, но все это ожидает горожан только в следующем театральном сезоне. Сейчас труппа драмтеатра готовится к гастролям. Уже полюбившиеся березняковцам постановки этим летом увидит весь Пермский край. Любовь Бухаренова, Евгения Кошарова, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. Самый ценный трофей в Губаху привезли кубок чемпионата мира по хоккею. Это поистине историческое событие произошло благодаря тому, что уроженец этого города, Евгений Кетов, нападающий сборной России, завоевавший золотые медали на последнем чемпионате. Вот так губахинцы встречали своего знаменитого земляка. Евгений Кетов родился и вырос в этом городе. Здесь первый раз встал на коньки и стал заниматься хоккеем. А теперь он первый в истории Пермского края чемпион мира в этом виде спорта. В честь приезда нападающего сборной России губахинцы устроили большой праздник. Для Евгения Кетова приготовили даже специальный торт с номером, под которым он играет в национальной команде. Затем была организована автограф-сессия. Сотни людей пожелали взять на память подпись чемпиона. Ну и, конечно же, сфотографироваться рядом с Кубком чемпионата мира по хоккею. Это давняя традиция привозить этот трофей в те города, откуда родом хоккеисты-победители. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение – 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и очередной выпуск кулинарного шоу «Готовь с Маклаудом». Я же прощаюсь. С вами был Артем Рахматуллин. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет «Климат-маркет. Технологии климата». Все для систем отопления и кондиционирования. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Здравствуйте! 8 июня в Березняках ожидается малооблачная погода, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 22-26 градусов. Детский сад 37, подготовительная группа специально для программы «Новости на ТНТ». Цена газового котла летом 7 900 и беспроцентная рассрочка без...